Чемпионат Днецовского района продолжается. В субботу Энергия Неском встречалась со Снежинкой из Успенского. Сегодня принципиальная игра. Игра за лидерство в группе. Напомним, что у обеих команд по 9 очков и у каждой равные шансы на победу. Болельщики уверены, что Энергия даст бой своему оппоненту из Успенского. Мы все ждем сенсации. Если победим, то первое место в группе нам обеспечено. Игра у Энергии с первых минут не задалась. Волнение перед встречей повлияло на боевой дух команды. Уже через несколько минут после начала матча ворота нашей команды влетело две шайбы. В связи с этим наставнику крестознаменцев Андрею Мясникову даже пришлось менять галкипера в дебюте. Вместо Алексея Тришина на лед вышел Ленар Вагизов. Но ответив одной заброшенной шайбой на весьма уверенное начало соперника, через несколько минут мы пропускаем. Второй период прошел в бескомпромиссной борьбе. Энергия билась, пыталась переломить ход встречи, создавала хорошие моменты для взятия ворот, но реализовать их не смогла. В итоге под конец второго периода пропускаем еще одну шайбу. После второго периода на табло 1-4 не в пользу Энергии. Третий период на несколько минут подарил надежду нашим болельщикам. Энергия смогла забросить вторую шайбу в этом матче. Случилось это к середине периода. И тренер нашей команды решился взять вратаря и выпустить шестого игрока, чтобы попытаться спасти этот матч. Но Игрова Банк не оправдала себя, и мы пропускаем две шайбы в пустые ворота. Итоговый счет матча 2-6 в пользу Снежинки. К сожалению, беспромиссная серия Энергии завершилась. Наша команда уступила Снежинке со счетом 2-6. Мы бились, но, увы, проиграли. Ну, проиграли по делу. Значит, команда на сегодняшний момент, на это время текущее, Снежинка оказалась сильнее нас. Ну, в первую очередь, сильнее по духу. Будем тренироваться, будем стараться. Ничего страшного, значит, иногда проигрыш даже встряхнет команду, я надеюсь. И заставит нас играть по-другому, по-новому, более боевите, более сильнее, более упорнее. Дело в том, что, да, 6-2, может быть, счет покажется разгромным. Но при счете 4-2 за последние несколько минут снял вратаря, думали, что реализуем. Рискнули просто-напросто, но просто-напросто не повезло. Что можно по игре сказать? В общем-то, игра показалась равной на самом деле. Но при этом как-то так получилось, что мы не реализовываем свои моменты. Даже если они есть, то мы пытаемся, наверное, уже до последнего распасоваться до такой степени, чтобы завести ее в пустые ворота. А на следующий день, в воскресенье, «Энергия» низком провела вторую игру с командой «Сатурн» из Голицына. Возможно, у кого-то могли возникнуть сомнения. А выдержит ли такой плотный график игр «Энергия»? Ведь предыдущая игра была днем ранее. По всей видимости, на результат второго противостояния «Энергии» должно было повлиять то, как укомплектована команда, каким глубоким составом игроков она обладает. И не расслабилась ли она после обидного поражения за лидерство в турнирной таблице. Оказалось, что игроки «Энергии» низком не разочаровались, а наоборот были еще больше заряжены на борьбу. В первом периоде «Сатурн» и «Энергия» разошлись миром 1-1. Второй период имел аналогичный показатель по заброшенным шайбам. В итоге после двух периодов счет 2-2. А третий период оказался для нас победным. Но решалось все снова только на последних минутах, которые вместили в себя драку и два удаления до конца матча. И две безответные шайбы «Энергии» помогли завершить эту встречу победой и закрепиться в тройке лидеров чемпионата. Честно говоря, сегодняшняя игра складывалась как никогда. Дело в том, что в первом периоде мы почувствовали, что соперник вроде как будто послабже нас, но на самом деле соперник оказался совсем не таким, как нам показалось. Поэтому благодаря усилиям, опять же, стараниям, стали добиваться, наращивать свой темп, тот, который тренер изначально нам задал на эту игру. Что-то не получалось, что-то получалось, но в итоге, начиная, грубо говоря, со второй 20-ти минутки, мы, скажем так, перехватили инициативу и стал более-менее успешным второй и третий период. В субботу Голицына проиграла 2-9 с Жаворонком. Как-то так я не стал информацию доводить до всей команды. Меньше знают лучше спец, что называется, да? Поэтому вышли так хорошо настроены, в принципе, и повели. Игра наша была глупой ошибки в своей зоне, в принципе. И 2-1, вернее, 1-1 они сделали, и 2-2 они отыгрались. По большому счету, конечно, игра сложилась тяжелее, чем я лично ожидал, потому что Голицына уперлась, боролась, а мы свои моменты просто транжирили один за другим. Еще во втором периоде должны были снимать все вопросы, по большому счету. Там три железобетонных момента, которые должны были делать счет примерно 5-2 и спокойно доигрывать. А в итоге такая нервная концовка, которая еще и к драке привела на ровном месте. Ну, ладно, это дело житейское, главное, все живы, здоровы, никто не пострадал особо. Победа достигнута, так что все нормально. Так завершился первый круг чемпионата Немцовского района для энергии. Будем ждать второй этап чемпионата, который начнется через месяц, и будем надеяться на то, что энергия низком порадует своих болельщиков новыми победами.